Дакар достиг экватора и сегодня день отдыха. Что случилось у тебя с Дипре, с Лёбом и какую именно часть-то они тебе повредили? С Лёбом у меня ничего не было. Дипре, ну, я завалилась за песчаным таким бугорком и узкое место было. Дипре, естественно, выскочил из этого бугорка и, как нормальный мотоциклист, на приземлении начал давить на газ. Ну и в момент, когда он давил на газ, он увидел, что там я валяюсь. Успел газ сбросить, но он всё равно врезался мне в мотоцикл, немножко повредил башню, пока там выскочили, помогать. Взял мой мотоцикл, вообще так легко одним движением его завёл наверх на горку, сказал, вот тут безопасно, тут стой. Но перед тем, как он это всё успел сделать, ещё мне по заду проехал Езит. Езит уже не стал как джентльмен поступать, он меня увидел и смело нажал на газ. И проехал прям по мне. Ну, слава богу, на скорость это мотоцикл не повлияло, повредился фонарь, я вот сейчас этим занимаюсь. Мне, конечно, этой работки дополнительной не хотелось бы иметь, потому что сейчас бы сделать основной и всё, отдыхать дальше. Но сейчас вот возюхаюсь с этими фонарями, потом буду менять масло, фильтр уже поменяла, ну и так дальше там осматривать мотоцикл. Это вообще не такая история. Мы приехали на дуне, и как мы были вверх, мы слышали, что кто-то имеет проблемы, что есть аналарм. И как мы были вверх, мы были вверх, и как мы были вверх, мы были вверх, но не вверх, но не вверх. Просто немного, и когда мы видели, я понял, что это нефонтова. И, ну, мы были вверх, и мы были вверх, потому что мы были вверх, чтобы не рвать мотоцикл, но это не был большой проблем, и мы помогли, и она была вверх. И она была вверх, потому что машина, но вдруг, после 1,5 минуты, вторая машина приехала, и пришла близко к нам,触ла нашу машину, и рвала на мотоцикл. И она была вверх. И потом, ну, мы стояли 10 минут там, я начинал мотоцикл, я ездил мотоцикл, чтобы быть в безопасном месте, и мы пытались посмотреть, если все хорошо, и, наконец, все хорошо. Очень мало участников остается с каждым днем в Ориджинал Баймати, и очень многие не брали вчерашние точки. Не брали, да, но я не знаю, почему они не взяли точки. Если надо было ехать аккуратненько, по курсу, по роутбуку, у меня все взяло. То есть ни одной пропущенной точки. Это тебе помогли твои тренировки? Да, безусловно, конечно. Джеймса Веста вспоминала добрым словом, особенно в Дюнах. Очень ехала аккуратно, выбирала траекторию, не ломилась куда все, там, на эти стенки, объезжала аккуратненько. Естественно, тоже падала, закапывалась, там всякие были приключениями такие, но в целом без проблем проехала все. Роллбук немножко поломался. Из тех, кого ты знаешь из Ориджиного Байматика, кто сошел и обидевать? Ну, обидно за Сару, конечно, потому что мы вдвоем с ней ехали, за девочек, за всех. У нее что-то случилось с мотоциклом, она говорит, какие-то электрические проблемы с электроникой что-то, с электрикой. Ну, вот она сошла и осталась я за всех отдуваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова